Всем привет! На этом занятии мы познакомимся с особым видом нейросетей, которые используются для данных, представленных в виде последовательности, в том числе и для текстов и аудио. Это рекуррентная нейронная сеть. План занятия такой. Сначала мы проговорим общую идею рекуррентного слоя и устройства рекуррентной нейронной сети. Затем обсудим forward pass RNN, то есть как подавать данные на вход RNN и получать за него ответ. Затем обсудим backward pass, то есть процесс обучения этой нейросети. Затем обсудим некоторые нюансы устройства сети, какие там возникают проблемы и как их решать. Как обычно занятие разбито на короткие видео и в первом видео мы обсудим идею рекуррентного слоя, рекуррентной нейронной сети RNN и forward pass. Итак, зачем нам вообще понадобилось какое-то новое устройство нейросети? Чем нам не угодили полносвязные или там сверточные сети, с которыми мы уже знакомы? На самом деле, как мы убедились на прошлом занятии, с помощью обычных полносвязных сетей вполне можно обрабатывать тексты. Просто нужно каким-то образом текст представить в виде одного вектора и подать на вход полносвязной сети. Также на самом деле тексты можно обрабатывать с помощью сверточных нейросетей, но кажется, что это не очень эффективно. Давайте подумаем о том, какое главное отличие текста и звука от других типов данных, например, картинок. Оно состоит в том, что у текста и звука есть временная компонента. Что это значит? Мы читаем текст не моментально, а слово за словом в течение некоторого промежутка времени. То же самое и с аудио. Мы слышим аудио тоже в течение некоторого промежутка времени, звук за звуком, тон за тоном. И возникает такая идея придумать какую-то архитектуру нейросети, которая будет учитывать эту особенность, учитывать временную компоненту. Возможно, она будет обрабатывать текст и звук так же, как это делают люди. То есть, например, принимая на вход текст слово за словом, обрабатывая этот вид данных последовательно. То же самое со звуком. Здесь, конечно, надо сказать, что текст и звук – это не единственные варианты данных, которые представлены в виде последовательностей. Есть еще много подобных видов данных, у которых есть временная компонента, например, временные ряды. Их тоже можно обрабатывать с помощью регулярных нейросетей, о которых мы будем говорить. Но у нас тема нашей школы – это текст и звук, поэтому мы сосредоточимся на текстах и звуке. В этом конкретном уроке только на текстах. Конечно, еще второе замечание. Совсем не факт, что лучшая нейросеть, которая будет обрабатывать текст и звук, обязательно учитывает временную компоненту. Более того, далее, через несколько занятий, вы познакомитесь с архитектурой трансформер, которая тоже учитывает временную компоненту, конечно, текста и звука, когда ее обрабатывает. Но это не так явно выражено, скажем так. И ее устройство немного другое. Там нельзя сказать, что вот она прямо обрабатывает текст слово за словом. Но об этом позже. Сейчас мы познакомимся именно с RNN. Итак, давайте обсудим, как работает рекуррентный слой и как из рекуррентных слоев собирается рекуррентная нейронная сеть. Для этого вспомним, как работает обычная нейросеть. Обычная нейросеть после обучения, до его времени обучения, принимает в один момент времени один вход, одну картинку или там имбединг текста или какие-то другие виды данных, прогоняет этот вход через несколько своих слоев и выдает некоторый output. В следующий раз, когда на вход будет подана другая картинка или там другой имбединг текста или что-то подобное, эта нейросеть обрабатывает этот новый вход точно так же, как она обрабатывала старый в прошлый момент времени. То есть внутри сети ничего не меняется. Грубо говоря, нейросеть ничего не помнит с прошлого раза. Как работает рекуррентная нейронная сеть? Рекуррентная нейронная сеть обрабатывает данные, представленные в виде последовательности, шаг за шагом, каждый момент времени принимая на вход следующую компоненту этих данных. Например, если мы хотим обрабатывать рекуррентной нейронной сетью текст, то она будет принимать текст на вход токен за токеном, слово за словом. Одно слово в один момент времени. И каждый раз, когда нейронная сеть в момент времени обрабатывает какой-то токен, какое-то слово, она запоминает некоторую информацию, полученную из этого входа, из этого токена и передает ее себе в следующий момент времени, чтобы в следующий момент времени обрабатывать следующий токен, следующее слово, использовать информацию, которую она получила в предыдущий момент времени тоже. То есть, грубо говоря, рекуррентная нейронная сеть, рекуррентный слой реализует механизм памяти. Он реализуется так, что рекуррентный слой — это полносвязный слой, к которому добавлена еще одна связь из себя в себя. То есть обычный полносвязный слой, как у нас был на предыдущем слайде, у него были связи с нейронами предыдущего слоя и последующего слоя. У рекуррентного слоя тоже есть связи с нейронами предыдущего и следующего слоя, но еще связь из себя в самого себя, по которой он как раз и передает информацию с текущего момента времени себе в следующий момент времени. Ну и вот здесь показана такая общая иллюстрация, как рекуррентная нейронная сеть обрабатывает данные. Пусть мы подаем на вход, например, текст, «A cat is sitting on the mat», мы этот текст будем подавать на вход слово за словом. В первый момент времени подадим слово «a», во второй момент времени «cat» и так далее. Слово мы будем подавать в виде эмбеддинга, например, с помощью Word2Vec. То есть берем слово «a», переводим в эмбеддинг Word2Vec, подаем на вход нашей нейросети. У нейросети, получается, в первом слое должно быть столько нейронов, какой размер эмбеддинга. Первый рекуррентный слой обрабатывает этот эмбеддинг, передает информацию дальше по сети и также запоминает информацию для передачи себе в следующий момент времени. Следующий слой делает то же самое и так далее. Получается какой-то выход. В следующий момент времени мы подаем слово «cat», тоже в виде эмбеддинга. И первый рекуррентный слой принимает на вход слово «cat» и информацию, которую он передал сам себе с предыдущего раза, то есть некоторую информацию о слове «a». Обрабатывает обе эти информации, выдает некоторые ответы, передает следующему слою и так далее. Мы более подробно разберем, как это все устроено сейчас. То есть вот это общая идея устройства рекуррентной нейронной сети. Давайте разбираться подробнее с теми формулами и паролями, явками паролями. Итак, еще раз вспомним, как устроен полносвязный слой. Здесь на картинке серый квадрат — это полносвязный слой. Он принимает на вход вход x, это либо выход предыдущего слоя, либо входящие данные в нейросеть, и выдает y. y получается так, как σ от ωx плюс b, где ω и b — это обучаемые параметры матрицы и вектор байоса, и σ — это некоторая функция активации. Рекуррентный слой. У рекуррентного слоя появляется еще одна сущность — ht. ht — это вектор скрытого состояния рекуррентного слоя в момент времени t. Размер этого вектора точно такой же, как размер выхода слоя. То есть, если слой содержит 200 нейронов, то есть размер выхода слоя — это 200, то размер скрытого состояния тоже 200. С помощью скрытого состояния наш нейрон будет запоминать информацию с текущего шага и передавать ее себе в следующий. Вот как происходит обновление выхода слоя и обновление скрытого состояния. В момент времени t наш рекуррентный слой принимает на вход xt. Это входящее значение. Сначала он обновляет вектор своего скрытого состояния. Обновляет по следующей формуле. Новый вектор скрытого состояния ht получается вот так. Сначала обучаемая матрица ω умножается на вход, ω на xt. Потом прибавляется обучаемая матрица U, умноженная на вектор скрытого состояния на предыдущем шаге, ht-1. И прибавляется обучаемый байос bh. И это все прогоняется через некоторую функцию активации σ. Так получается новый вектор скрытого состояния. То есть новое скрытое состояние это некоторое преобразованное в старое скрытое состояние с помощью еще входных новых данных. После этого выход этого слоя вычисляется как новое скрытое состояние обновленное умножить на обучаемую матрицу v. Прибавляем тоже вектор байосов уже другой by y и прогоняем через функцию активации. Так получается yt, выход нашего рекуррентного слоя на момент времени t. То есть у рекуррентного слоя получается большее количество обучаемых параметров. Это три обучаемые матрицы ω, u и v и два обучаемых вектора by, s, bh и by. Еще раз давайте проговорим общую идею, что рекуррентный слой содержит новую сущность. Вектор скрытого состояния. Вектор скрытого состояния это как бы память нашего рекуррентного слоя. Эту память он обновляет на каждом шаге и на основе обновленной памяти вычисляет тот выход, который он отдаст следующему слою. Возможно, вам будет лучше понять эту идею на другой иллюстрации, поэтому давайте я покажу ту же самую идею рекуррентного слоя, нарисованную немножко по-другому. Вот слой обычной полносвязной сети. Я могу нарисовать его еще вот так. Так, пусть у него приходит на вход вектор размера n, xn. У него есть обучаемые параметры ω, это матрица размера n на k, и байос b размера k. Размеры указаны внизу в скобках. И тогда выход получается вот по такой формуле. Аналогично рекуррентный слой можно представить вот так. Не пугайтесь, пожалуйста, здесь все просто, просто много связей, потому что так я матрицы выразила. Получается, на вход рекуррентному слою тоже приходит некоторый вектор xt размера n. У рекуррентного слоя нашего есть вектор скрытого состояния ht-1, который мы получили на предыдущем шаге. Он размера k, потому что размер нашего текущего слоя k. Сначала наш рекуррентный слой обновляет вектор скрытого состояния и получает новый вектор ht. Вот он. Вот этот. Он получается умножением обучаемой матрицы ω на вот xt. Вот показано. Вот это вот. Плюс обучаемую матрицу u умножить на предыдущее состояние нашего рекуррентного слоя ht-1 и плюс байос b h. И дальше вот этот выход получается как еще одна обучаемая матрица ω умножить на ht. Вот ht. Так, это не ω, это v. v умножить на ht. И прибавляем в sb y. Получается y. Здесь на картинке показаны все размерности всех матриц, чтобы можно было понять, что происходит. Так, и давайте теперь, когда мы поняли, как идейно происходят прогоны информации через один рекуррентный слой, проиллюстрируем то, как работает вся рекуррентная нейросеть. Пусть, например, мы решаем сдачу классификации текста. Тогда нам нужно подавать на вход рекуррентной нейронной сети текст и получать ответ в виде какого-нибудь класса или распределения вероятности на класса. Вот, давайте скажем, что временная шкала у нас будет сверху вниз. И вот у нас есть рекуррентная нейросеть. Пусть в нашей рекуррентной нейросети n рекуррентных слоев. И до того, как мы рекуррентную нейросеть будем обучать или в нее будем подавать какие-то данные, ее скрытое состояние в каждом слое будут векторами из нулей или векторами из случайных чисел. Вот, мы их обозначим вот так. Вот это n слоев. И h1, 0 — это изначальный вектор скрытого состояния первого слоя в нулевой момент времени. h2, 0 — это вектор скрытого состояния второго рекуррентного слоя в нулевой момент времени. И так далее. hn, 0 — это вектор скрытого состояния n-ного слоя в нулевой момент времени. Всего в нашей сети n рекуррентных слоев. Здесь все индексы верхние — это индексы времени, индексы нижние — это индексы слоев. Итак, мы хотим подать на вход текста cat-a-sitting on the mat. Мы будем подавать его слово за слово. В первый момент времени мы подаем на вход слово a. Мы берем его embedding word2vec, пусть это будет x1, обозначим этот embedding как x1, и подаем на вход сети. Первое, что наша нейросеть делает, это обновляет вектор скрытого состояния, то есть из входящей информации h1 и предыдущего вектора скрытого состояния h1.0 получает новый вектор скрытого состояния h1.1. Вот мы это показали здесь. Дальше он из этого скрытого состояния обновленного получает выход, который подает дальше следующему слою нашей рекуррентной сети, обозначимый от y1.1. То есть выход первого слоя сети в первый момент времени. Дальше второй слой нашей сети на основе того, что получила предыдущего слоя, то есть на основе своего вкода y1.1, и на основе предыдущего своего скрытого состояния h2.0 обновляет свое скрытое состояние, получает новое скрытое состояние в первый момент времени h2.1. На основе этого вычисляет свой выход y1.2 и так далее. И так далее до того момента, когда мы дойдем до последнего n-ного слоя. После этого начинается второй момент времени. Мы подаем на вход нашей нейросети и введем второго слова cat. x2. Происходит то же самое. Первый слой снова обновляет свое скрытое состояние. На основе уже h1.1. Получает h1.2. И выход y1.2. Ну и так далее. Потом второй слой обновляет свое скрытое состояние, вычисляет ответ и так далее. n-ый слой обновляет скрытое состояние, вычисляет ответ. Нет, начинается момент времени t и так далее до момента времени t большое, который последний. В момент времени t большое мы подаем на вход нашей сети. Последнее слово mat. Происходит все то же самое. И на выходе получаем выход последнего слоя сети n-ого в момент времени t большое. Здесь обратите внимание вот на что. Разумеется, каждый слой сети имеет свой набор обучаемых параметров. Вот те пять обучаемых матриц, точнее три матрицы и два вектора bias. Но для каждого отдельного рекуррентного слоя эти матрицы никак не меняются в течение времени. То есть вот, например, n-ый рекуррентный слой. Он использует матрицу омега, u и v для обновления скрытого состояния h и вычисления ответа yn. Вот когда он обновляет скрытое состояние в следующий момент времени, то есть из h1n получается h2n, используются те же самые матрицы. Потому что это все еще форвард пасс. И так далее. До этого момента времени используются те же самые матрицы. Теперь. Вот мы получили выход n-ого слоя сети в т-ый момент времени, в момент времени t большое. Что мы дальше можем сделать? Мы можем опционально добавить после этого обычный полносвязный слой, который будет преобразовывать выходы последнего n-ого рекуррентного слоя. Ну, зачем нам может это быть нужно, например, если у нас последний рекуррентный слой выдает вектор размера 200, а у нас классификация на 70 классов. Тогда нам нужно перевести вектор размера 200 в вектор размера 70, и мы можем сделать это обычным полносвязным слоем. Можем не добавлять, если у нас последний рекуррентный слой выдает сразу нужное количество нейронов, например. Я здесь обозначила параметры этого обычного полносвязного слоя, как омега fc, bfc, подчеркивая, что это параметр folie-connected слоя. Вот, этот folie-connected слой выдает нам ответ сети y-шапочкой, которую мы с помощью некоторой loss-функции потом сравниваем с правильным ответом, если это была стадия обучения, и потом начинаем бэк-пропагетить градиенты обратно и обучать нашу нейросеть. Как именно это делается, какие там есть нюансы в обучении, мы обсудим в следующем видео. Вот так. Давайте подведем итоги видео. В этом видео мы познакомились с идеей устройства рекуррентного слоя рекуррентной нейросети, поняли, что она реализует некий механизм памяти, и разобрали forward-pass такой рекуррентной сети на примере задачи классификации. И в следующем видео мы узнаем, как такая RNN обучается, и какие там есть нюансы и проблемы. Продолжение следует...